Друзья, приветствую вас на своем канале Выживший в РФ. Ребят, ну перед началом ролика хочу сказать огромнейшее спасибо Денису Че за поддержку моего творчества и моего канала. Сейчас, ну как блогер, заработать в принципе невозможно. Нет монетизации, но творчеством заниматься охота нести какой-то позитив и интересные ролики и какую-то информацию. Поэтому, кто может, помогает, кого есть желание. Спасибо огромное тебе, Денис, от души. Спасибо тебе за поддержку. И также огромное спасибо тем, кто подписался на Бусти, также кто поддерживает мой канал вот таким образом. Ребята, кто имеет желание поддержать мое творчество, все ссылки полезные будут в описании. Итак, спасибо еще раз. Друзья, один из видов, хороших видов заработка в России, это торговля, ребят. И вот, находясь в большом городе, Краснодаре, сейчас я вот нахожусь, ну как приютили меня, ну как приютили в гостях как бы и в комнате вот я. И хочу с вами пройтись, прогуляться вот по ближайшей улице, на этой улице, где я сейчас нахожусь, показать, как идет торговля у людей, кто чем торгует. В принципе, это интересно, если расценивать торговлю как заработок, чему-то научиться, что-то подсмотреть у них. И, соответственно, я тоже хочу что-то попробовать, для того, чтобы показать вам, как можно зарабатывать. Ну и самому научиться, занимаясь торговлей. Торговля, это очень выгодно в таком огромном городе, как Краснодар. Миллионник, развивается, приезжают люди, растет, то есть население, товар и денежный оборот колоссальный. Так что пойдемте прогуляемся немного по улице и сделаем кое-какие выводы. Погнали! Я сейчас как городской житель на лифтах катаюсь. А тут новые дома. Вот такие. Че-то, а? Че-то? Не понял? Блядь, че за херня? А, нет, блядь. Какой этаж надо нажать? И колхоз, блядь, в лифте. Фух, блядь, вот это я обосрался. У меня ж, клаустрофобия, тут еще свет выключился в лифте. Ой, блядь, че не задохнулся от страха? Жесть. Маленький лифт, на 5 человек рассчитан. А мне уже тесно. Таким, как я, надо пешком ходить по лифту, по ступенькам. Сначала движешь, посмотрим, вечерний. Даже хотя бы вечерний. Ребята, если говорить о торговле, посмотрите, вот это булочки, пекарни вот этих различные, они повсюду. Что самое большее еще видно, бросается в глаза, да, в городском движении, в торговле, ну, жратва повсюду, жратва повсюду, жиранина, алкоголь, аптеки, табачки, они на каждом углу, просто на каждом углу, ну, спрос, как говорится, порождает предложение, ребят, так. Спрос порождает предложение, и, ну, всем людям что-то надо, всем людям что-то нужно, какие-то закрыть свои потребности, и торгует то, чем может, то, во что горастет. Ну, допустим, опять же, да, пекарня, булочки, сдоба. Ну, жратва выходит на первое место, шаурма на каждом шагу, продукты, это главная, главная, да, потребность человека набить брюхо, оно на первом месте. И пороки, пороки, да, человеческие, это курево, опять же, вон, табачки эти повсюду, продажи сигарет, тоже везде, на каждом шагу. Ну, вот, пожалуйста, такой незамасловатый платок, человек торгует, все, никаких проблем. Вечерний вечер, вот, смотрите, что там девочка, кофе несет, вот. Вечер уже поздний, да, как бы, скажем, дождик был, люди вышли погулять, и спокойно мимо торговых точек пройтись ни у кого не удается. То-то-то-то-то-то-то-то-то нужно, то-то-то-то. Кто-то что-то подкупить из вещей, кто-то из еды. Вот. Так, что там, ну, если про Краснодар сказать вам хоть чуть-чуть. Трамвайчики, вот видите, новые, пустили у них. Вот эту улицу, я давным-давно помню, конечно, ее и расширили. Я еще студентом был, тут бывал. Расширили, облагородили. Ну, так работы ведутся. Вот, опять же, как я вам говорил, жратва и, да, вот эти, ну, потребности человека. То-есть, вредные привычки рядом. В одну ногу иду, так получается. И спрос на это есть. Даже не знаю. Ну, вот так вы видите, идете по улице и все. Все, кругом одно жранина. Жранина, торговля повсюду. Ну, это я скажу вам, в любой точке мира сейчас возьми, так оно так и будет. Днем вообще вот эта вот газелька, вот эта вот, видите, он открывает вот эти борта задние и торгует оттуда овощами. Вот. Все. Хотя тут кругом опять вон пекарня, овощи. Все есть. Ну, человек не стесняется, делает бизнес. Вот, вот пирожочками торгует тетя. Ну, сказать, если говорить о городах, да, и мне нравится эта вся шумиха, движуха. Я просто, ну, блин, мне по кайфу, вот. Жизнь кипит, мне прям нравится это. Не знаю. Не люблю я деревни. Вот. Это мое. Итак, друзья, вот мы с вами вернулись. Смотрите, я тоже в следующем видео хочу съездить, прикупить кое-какого товара и попробовать его реализовать. И что из этого получится и различным способом реализовывать. Мы с вами посмотрим, что из этого получится. На сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписался. Будет интересно. Будем пробовать вместе зарабатывать по-разному. Пока. Пока.